Всем привет! Это канал Протиток и с вами Дмитрий. Сегодня вы узнаете, как собирать огурцы до самых морозов, а также о новых сортах огурцов, которые очень порадовали меня в этом сезоне. Огурцы в основном я выращиваю в открытом грунте. Только несколько кусиков огурцов я высаживаю в теплице для более раннего урожая. А остальное все на улице. Вижу в этом способе посадки несколько плюсов. Во-первых, в открытом грунте огурцы вырастают более ароматными и вкусными, а также лучше опыляются пчелами, и, естественно, урожайность повышается. На улице огурцы лучше освещаются солнцем и продуваются ветром, а значит и риск распространения заболеваний снижается. И они в меньшей степени подвержены, например, такому опасному заболеванию, как пероноспорозу. А также в открытом грунте огурцы редко поражаются паутиным клещом, а в теплице это очень частая картина. И, пожалуй, самое главное, что на улице огурцы не нужно посынковать, не нужно подвязывать, они просто растут на гряде и дают урожай. Причем урожай идет сначала на основных плетях, а потом и на боковых. И огурцы, кстати, я никак не подвязываю на грядке. Вот они растут самопасом. Просто раз в несколько дней я прихожу и собираю по 5-7 ведер огурцов вот с такой вот грядки. Итак, как же заставить огурцы плодоносить вплоть до самых морозов? Самое главное условие – это обеспечить им хорошее питание. Только когда огурцы получают питание в достатке, они развиваются полноценно и дают полноценный урожай. Грядку я готовлю весной под огурцы. У меня ширина гряды 2 метра, расстояние между рядами примерно метр-метр двадцать. Вот на такой гряде в 2 метра шириной и длиной 8 метров я делаю две траншеи на штык лопаты. Затем траншею я заправляю перепревшей органикой, перепревшим компостом, вношу залу туда, присыпаю сверху землей и высеваю семена. А затем накрываю грядку белым спонбондом. Без никаких дуг, просто спонбонд застилаю на землю, прижимаю камнями. И когда огурцы растут, они сами листьями приподнимают вот этот спонбонд. Затем начинают зацветать, я убираю спонбонд, и все, они растут на гряде, ненакрытые, плодоносят, цветут, опыляются и все с ними хорошо. Далее уход заключается только лишь в профилактических обработках от болезней и поливах. Кстати, у многих огородников сформировалось неправильное мнение, что огурцы очень любят влагу. И когда огурцы начинают плодоносить, огородники каждый день начинают их заливать водой, ведрами и ведрами заливают вот эти огурцы. Но делать этого категорически нельзя, потому что излишняя влага вредит огурцам, начинаются различные заболевания. Огурцы, конечно, довольно любят влагу, но в умеренных количествах. Поэтому огурцы я поливаю только когда на улице засуха, и то раз, два, три дня. А если на улице идут дождики, то никаких поливах вообще речи не должно быть. Огурцы и так получают влагу в достатке. Также немаловажным является и то, какой водой поливать огурцы. Ни в коем случае огурцы нельзя поливать водой из скважины, либо с колодца, холодной водой. Это, опять же, приведет к развитию заболеваний, либо к пожелтению листьев огурца. И урожая вы, естественно, не дождетесь. И о никаком урожае до самой осени и речи не может быть в таком случае. Огурцы нужно поливать теплой водой, прогретой на солнце. В этом случае и риска заболеваний не будет. Огурчики будут расти хорошо. Также не следует забывать о профилактике заболеваний. Основное заболевание, которое поражает огурцы, это пероноспороз. И вот от этого заболевания я обрабатываю огурцы синой палочкой каждые две недели. Есть синая палочка вот в таком виде, в жидком. Называется природная защита. Беру 100 мл этого препарата, развожу в 10 литрах воды. И с опрыскивателей раз в две недели обрабатываю огурчики. И все, они у меня здоровые и до самых морозов дают урожай. А теперь расскажу про новинки сортов, которые меня радуют урожаем в этом сезоне. Первый сорт – это хрусталь. Огурчики у этого сорта, посмотрите, очень ровненькие, зелененькие, сладкие на вкус. Никогда не горчат. Идеальны и для салатов, и для закатки. Урожайность просто колоссальная. Они растут просто вот кучами. С одного куста можно собрать за один раз пол ведра вот таких вот огурчиков. Но единственный минус, пожалуй, отмечу у этого сорта, что если вот эти огурцы перерастут, то кожура становится тонкая. Поэтому вовремя собирайте огурчики, когда вот они такие молоденькие, и никакой проблемы. У этого сорта также очень мощные плети и листья. Поэтому, когда высаживаете вот такой сорт, расстояние между огурцами должно быть хотя бы 40 сантиметров, чтобы не было излишнего загущения. Второй сорт, а вернее гибрид F1, называется «Три поросенка». Вот посмотрите, какие огурчики. Вот это, конечно, огурцы немножко переросли, но все же даже вот у этих переросших огурцов очень тонкая кожура. И внутри маленькие семена. Поэтому даже вот такие большие огурцы вполне подходят для закаток, для засолки, для салатов. Также огурчики сладкие, ароматные и очень неприхотливые. Сорт отличается очень хорошим опылением, а также устойчивостью к ряду заболеваний. Никаких заболеваний пока что у меня на этом сорте не выявлено. Растет и отлично плодоносит. Третий огурец, который я выращиваю, называется «Букет F1». Это гибрид. И посмотрите, какие у него огурцы. Вот характерное отличие этого сорта, у него на кончике огурца вот такая вот пупырка. И по всему огурцу мелкие-мелкие, такие колючие пупырочки. Этот огурец ранний, урожайность очень высокая, просто колоссальная у этого огурца. Я раньше такого не видел. Просто гроздьями, кучами вот такие огурчики растут. И пригодны эти огурцы как для солений, так и для салатов. Достаточно ранний сорт, немножко позже, чем предыдущий сорт вырастает урожай. Но все же так же, очень рано, даже в открытом грунте, опять же, вот такие вот огурцы. И огурцы, нужно сказать, что очень с тонкой кожурой и не перерастают. То есть нет у них такой зернистости внутри и пустотелыми никогда не бывают. Сладкие, ароматные, ну просто отличный сорт, опять же, рекомендую. Четвертый сорт, сорт летний. Это пчелопыляемый сорт, обычный сорт. Но несмотря на это, он не уступает по урожайности партинокорпическим гибридам различным. Урожайность сумасшедшего этого сорта. И посмотрите, какие аккуратненькие, красивые огурчики. Этот сорт очень ранний. А также у него очень тонкая кожечка. Для закаток, для салатов, ну просто универсального назначения огурцы. Идеальный огурец. И урожай формирует и на основных плетьях, и на боковых плетьях. И я думаю, что до самой осени вот этот сорт будет меня радовать своим урожаем. Третий огурец – это гибрид закаточный. Этот гибрид просто удивляет своей урожайности. Ведь на один квадратный метр он может давать до 15 килограмм огурцов. И очень немаловажная тема, что этот гибрид устойчив к основным болезням огурца, а еще к вирусным заболеваниям, особенно мозаики огурца. И может плодоносить до самых морозов, давать вам колоссальные урожаи. Годятся вот эти огурчики и для закатки, и для солений, и для салатов. Такого вот универсального назначения. Очень классный гибрид, мне также он нравится. Также у меня есть еще два сорта огурцов, которые растут в теплице. Но о них я вам расскажу попозже. Это также очень классные новые современные сорта гибриды. На этом все. Спасибо за внимание и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова